Партнер программы сеть детских клубов Йити и Дети Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света и сегодня я снова в компании Сережи и Камилы Важная информация для тех, кто не смотрел нас вчера Мы с ребятами находимся в удивительном месте Это страна безопасности Где можно научиться простым правилам безопасного поведения Практически в любой ситуации Наверняка о многом, ребята, вы уже знаете От взрослых людей, от своих учителей, родителей Но это как раз тот случай, когда можно повториться Вы со мной, надеюсь, согласны? Да! Отлично! Кстати, здесь мы с ребятами не только учимся безопасности Но и соревнуемся Вчера у вас был первый соревновательный день Мы говорили о том, какую пользу и какую опасность Таит в себе электричество Сегодня будет другая тема, ребята Об этом чуть позже вам подробнее расскажет наш эксперт по безопасности Мария Александровна А вообще я вам говорила, что все четыре дня Мы будем с вами разбирать ситуации экстренные В которых может оказаться человек И сейчас я вам предлагаю разгадать кроссворд Как раз-таки некоторые из этих экстренных ситуаций Будут являться отгадками на этот кроссворд Ну что, поскольку задание усложняется За каждый правильный ответ вы сможете заработать уже не одну фишку, как раньше А две И плюс одна фишка тому, кто справится быстрее Ну что, все понятно? Да Тогда отправляйтесь каждый к своему стенду Сереж, ты к своему Берите в рук маркер Я читаю вам загадку Как только я заканчиваю, вы начинаете записывать отгадку Итак, ребята, первую отгадку пишем под цифрой 1 Вторую под цифрой 2 И третью под цифрой 3 Итак, я читаю первую загадку Если в доме так случится Из-за кошек дым клубится И огонь, и пышет жар Это значит, там пишем Что там происходит Если в доме пышет жар Так, Камила справилась первая Ребята, отгадали вы правильно О чем идет речь в этой загадке? О пожаре Вы уже третий класс А такую вот грубую ошибку допустили Слово пожар пишется пожар Так что вытирайте быстренько и записывайте букву О И запомните, как пишется это слово Камила справилась чуточку быстрее Поэтому ей три фишки И две фишки, Сережа, за правильный ответ Я кладу в ваши коробочки И слушаем внимательно вторую загадку Загремел на небе гром Сотрясается весь дом Я зажмурила глаза Что на улице? Камила наделала ошибок А вот Сережа молодец Ошибку не допустил, Камила Быстро исправляем Гроза Камил, за одну ошибочку Я тебе одну фишку снимаю Кладу тебе две И две Сережи За правильный ответ Хорошо Итак, ребята Следующая загадка Последняя Будьте внимательны Раскаленная стрела Дуб свалила у села Сергей, не подсматриваем Думай самостоятельно Что за такая раскаленная стрела Которая свалила дуб? Упал на землю дуб От действия одной всего лишь стрелы Что это за стрела? Ребята, это природное явление Что способна свалить дуб на землю? Первая буква М МО Вторая у вас уже есть Быстренько пишем на скорость Молодец, Сереж Ты получаешь три фишки А Камила получает у нас две фишки За правильный ответ А ну-ка показывай Молния Верно Хорошо Кладите маркеры и присаживайтесь Ребята Только немножко не с ним надо Ничего Молодцы Вы неплохо справились с моим первым заданием Итоги мы подведем чуточку позже В конце передачи А вчера, ребята Вы уже помните Что мы успели с вами познакомиться С экспертом по безопасности Нашим Марией Александровной Сейчас она уже готова выйти с нами на связь А вы готовы ко встрече с ней? Да Хорошо, тогда внимание на экран Ребята, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Я думаю, что вам не раз приходилось бывать в различных местах С большим количеством людей В магазинах, метро, аэропорту или вокзале В таких местах, если хотя бы на несколько секунд отвлечься от родителей Можно очень легко потеряться Ребята, как вы думаете, что нужно делать в такой непростой ситуации? Ребят, если вдруг потерялись, родителей рядом не оказалось, что делать будете? Надо заводить в МЧС Так, Камила думает, что нужно заводить в МЧС Сереж, а ты что думаешь? А я думаю, что надо просто остановиться и подождать Может, родители сами тебя найдут? Умничка! Слушаем Марию Александровну дальше Ребята, как только вы поняли, что потерялись, оставайтесь на месте Не плачьте, а постарайтесь громко позвать родителей Если у вас есть телефон, просто наберите взрослым и опишите им то место, в котором находитесь Если телефона нет или дозвониться не получилось, осмотритесь вокруг Не выходя из здания, постарайтесь найти человека в форме Милиционера, охранника или продавца Расскажите им о том, что вы потерялись, и они обязательно помогут вам быстро найти родителей И помните, чтобы не потеряться, всегда держите взрослых за руку А на сегодня это все Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Ребята, это еще не все испытания на сегодня Впереди финальный конкурс, и у него очень смешное название Руки, головы, хвосты И сейчас мы проверим, насколько внимательно вы сейчас слушали нашего эксперта Марию Александровну Условия такие, ребята Я буду вам читать фразу Если вы с ней согласны, если она правильная То вам необходимо качать головой утвердительно и вилять хвостиком Ну, представьте, что у вас есть хвостик и виляете, так? А если вы не согласны, то вы должны отрицательно качать головой и ручки прятать за спину Понятно? Давайте это задание будем выполнять стоя, чтобы вам было удобно Становитесь, становитесь Ребят, правильный ответ будет стоить две фишки Давайте мы потренируемся, чтобы я убедилась, что вы наверняка поняли, в чем суть задания Итак, я вам у вас спрашиваю Вы хорошие дети? А вы мне должны ответить Да Не голосом, а киваем головой Вон, как Сережа делает Смотри, как ловко Утвердительно кивает головой и хвостиком виляет Хорошо Второй вопрос Вы вредные и непослушные, ребята? Сережа внимательно слушал условия Посмотри, качает головой и ручки спрятал Вилять хвостиком уже в этом случае не надо Нужно просто качать головой Нет И ручки просто спрятать за спину И все, больше ничего делать не надо Понятно? Понятно, Камил? Хорошо, будьте внимательны Итак, первое Если потерялся в людном месте, надо срочно бежать искать знакомых Правильно, ребята, молодцы А что нужно делать в этой ситуации? Бежать никуда не нужно А что нужно делать? Сережа, ты начинаешь, Камила, может быть, дополнишь Надо стоять на месте И если ты увидишь кого-то в форме Полицейского Охранника К нему обратиться за помощью, да, Сережа? К нему обратиться за помощью Хорошо Камил, а что еще нужно делать в такой ситуации? Остаться на месте и подождать, пока придут родители Громко кричать, звать родителей, постараться, да? Если есть телефон, позвонить маме и сказать, где ты находишься Правильно, описать максимально подробно место, где находишься Молодцы, дети, очень хорошо вы запомнили все, что говорила Мария Александровна Я довольна вашим ответом, поэтому каждому из вас по две фишки Итак, второе Если потерялся, а родители долго не приходят Надо постараться найти человека в форме Милиционера, охранника или продавца Не сразу, но Камилочка все-таки сообразила, как нужно Совершенно верно, ребята Это правильное утверждение, молодцы Поэтому по две фишки вы зарабатываете Так, Сережа кладу Следующее высказывание Чтобы быть готовым к любой ситуации, надо знать свое имя и фамилию, адрес и телефон Отлично, ребята, молодцы Эту информацию действительно нужно быть готовыми дать в любой момент И последнее высказывание, ребята Если ты потерялся, то можно обратиться к любому взрослому человеку и делать то, что он скажет Правильно, Камилочка Вилять хвостиком только в этом случае не нужно Нужно просто спрятать ручки за спин Хорошо, ребята Присаживайтесь По две фишечки тоже заработали на последнем высказывании Ну что, ребят, и второй конкурсный день подошел к завершению Осталось нам сосчитать, сколько фишек заработали во второй день Ну-ка, быстренько считаем На сегодня все Во втором конкурсном дне победила Дружба 15.15 До встречи в стране безопасности Пока-пока Пока-пока Пока-пока